В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Меня часто спрашивают, что надо сделать для того, чтобы к нам стало ходить больше людей. Многие жалуются, что мало приходят на службы, мало молодежи. И вот часто задают вопросы, что сделать, как нам себя вести, как нам поступать, как нам проповедовать, чтобы к нам пришло больше, приходило больше людей, в том числе и молодежи, и всех возрастов. На этот вопрос мы слышали сегодня ответ в Евангелии. Мы все хорошо знаем это евангельское повествование о чудесном улове рыбы, когда апостолы, рыбаки всю ночь пытались поймать рыбу, но так ничего и не поймали. И когда Господь благословил их, их сеть наполнилась множеством рыб, как сказано в сегодняшнем Евангелии. И это было так удивительно, что страх их объял, они бросили все свои снасти, лодки и рыбу и пошли вслед за Христом. Вот так и у нас. Для того, чтобы к нам приходили люди, мы должны проповедовать Христа и проповедовать Евангелие. И проповедовать это прежде всего своей жизнью. Чтобы внутри нас, внутри церкви установились те нормы, чтобы там были выполнены те требования, которые Господь хочет в нас видеть. Чтобы мы действительно жили как христиане и проповедовали Евангелие и Христа своей жизнью. Даже не словами, а своей жизнью. Чтобы действительно мир был внутри нас и любовь. Мы знаем, что Господь так определил свою церковь, признав своей церкви, что потому знают, что мы ученики, что будет любовь между вами. То есть нам надо самим установить внутри себя те взаимоотношения, которые хотел бы видеть среди нас Господь. И вот этим своим примером мы можем только и привлечь других людей. Ничем больше. Если христиане будут жить по христианским заповедям, а не по заповедям мира сего, по духу мира сего, то тогда люди будут обращать на нас внимание больше. И если мы будем примером добрых отношений друг с другом для других, то и многие другие захотят быть среди нас. Мы знаем слова преподобного Серафима Саровского «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». То есть вот и есть. Стань сам христианином настоящим, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вот это и есть проповедь наша. Это наша жизнь во Христе. Это наше исповедание Христа и Евангелия не на словах, а исповедание своей жизнью. Вот это наше главное, что должно быть среди нас христиан. И тогда к нам будут приходить. Тогда к нам будут притягиваться другие люди. Потому что в наше время, что ни говори, уже словам никто не верит. Уже столько слов сказано, и люди не могут определить, какие слова истинны, из этих слов и какие ложны. И только личный пример наш может быть образцом и может быть проповедью. Так что, дорогие братья и сестры, вот нам надо следовать Евангельским Заветам, следовать Христу, не стыдиться Христа, проповедовать Его, не стыдиться называться христианами. Потому что мы знаем, что кто постыдится Христа вроде всем прелюбодеянным, как сказал Господь, того и Господь постыдится, когда приедет во славе. То есть мы должны быть христианами. И если у нас что-то не получается, если мы говорим, что к нам приходит мало людей, значит дело в нас что-то не так. Значит не Христос в нас живет. Значит мы только на словах христиане, а не по своей жизни христиане. И это очень важно. Это может быть самое главное для церкви. Следовать заповедям Христовым. Конечно мы не можем обратить всех к нам в христианство, православие. Конечно люди, которые выбирают зрелища, которые выбирают футбол, разные шоу, они сделали свой выбор в пользу вот этих зрелищ мирских. Они уже как бы выбрали свое. И мы не можем их как-то переубедить, потому что они знают о Христе, знают о церкви, но не идут в нее сознательно. Это уже как бы мертвые люди для Бога. Они живут в этом мире, живут своими страстями, живут этими зрелищами и удовольствиями. И это для них суть жизни. Таких людей мы переубедить никогда не сможем. И мы не должны жалеть в общем-то, что они к нам не приходят. Может даже и хорошо, что они приходят. Мы не должны идти путем секуляризации, то есть обмерщвления церкви, как это многие другие делают. Стараются церковь приспособить под мир. Сделать, чтобы не было отличия между миром и церковью. Это, конечно, там приходят больше таких праздных людей, которые там проводят время. Но христиан там среди них мало. Мы обречены быть малым стадом. То есть это сам Господь сказал, что мы малое стадо. Нас не может быть много. И в конце времен, тем более, когда Господь сказал, что обречивали веру на земле, когда придут судить живых и мертвых. То есть нас по определению должно быть мало. И мы должны с этим смириться. Но мы должны держать внутри себя дух православия. Дух христианский. Дух мирный. Господь всегда говорил, когда кого-то встречал, мир вам. То есть Он миром давал этим людям. Вот у нас должен быть этот мир, который нам дает Христос. Мир и любовь. И вот эти мы должны отличаться от окружающего нас мира. От того, чем живет этот мир. Мы не должны идти этими ценностями. Сейчас, в последние времена, христианство уже открыто вступает в противоречие с духом мира сего. Сейчас мы знаем, что в школах уже с малых лет проходит это воспитание. Вот это половое сексуальное воспитание. То есть для мира это уже норма жизни. Для нас это страшный грех. Мы не можем с этим соглашаться. Потому что это противоречит заповедям Божьим. И мы не можем отдавать своих детей, чтобы их обучали разврату. Вот уже противоречие яркое, очевидное противоречие. Те, кто отдает туда своих детей, они уже как бы отдают их в гиену огненную по нашим христианским представлениям и понятиям. Потому что для нас целомудрие это одна из высочайших добродетелей, которая может быть у человека. А сейчас этим миром целомудрие попирается и насмехаются над людьми порядочными, которые ведут жизнь целомудренную и благочестивую. Уже для мира эти люди уже не соответствуют. Они уже как бы отличаются от этого мира. И мир над ними может и смеяться, и всячески считать их маргиналами, и кем угодно. Но мы не должны этого бояться. Мы должны быть со Христом. Мы должны бояться отказаться от речи от Христа, от Его заповедей. Так что, дорогие братья и сестры, я вот могу только призвать вас на подвиг следования за Христом, а не за этим миром. Нельзя сочетать одно с другим. Нельзя сочетать мир и Христа. Это еще в Евангелии об этом сказано, что нельзя служить двум господам. Так что, дорогие братья и сестры, я призываю вас следовать за Христом. И не бояться проповедовать Христа. И не бояться быть осмеянным, может быть, этим миром. Потому что наша жизнь, это жизнь будущая, жизнь вечная. Если мы верим в эту жизнь, если мы верим во Христа, то мы должны твердо стоять на тех заповедях, которые нам оставлены Богом, которые нам Богом даны. И, конечно, придется терпеть посмеяние вот это и неприятие этого мира. Но мы знаем, что и самого Христа этот мир отверг его последователей, апостолов, мучеников и многих-многих. И мы должны за ними следовать, а не быть с их гонителями и тех, кто их преследовал. Так что, будем христианами, дорогие братья и сестры. И тогда Господь пошлет нам нашу паству. Пошлет нам людей, которые тоже хотят жить бескомпромиссно, хотят жить по совести в этом мире. И людей, у кого есть совесть, Господь нам пришлет. Если мы сами будем жить по совести и в соответствии с Божьими заповедями. Спасибо, Господи! Благословения Господни на вас! Всего благодатья и человеколюбия всегда, войны и призены в веки веку! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...